МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. В студии работает Ася Лейдар. За минувшие сутки в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 37 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 в Семее и 7 в Усть-Каменогорске. Всего по Казахстану выявлено 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Государство ужесточает наказание за коррупцию. Теперь усилено ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Следует знать, что взяткой считаются не только денежные средства. Это могут быть ценные бумаги, право на имущество или выгода имущественного характера, предоставление услуг, например, оплата банкета в ресторанах, туристические поездки, предоставление автотранспортных средств и так далее. В антикоррупционном ведомстве в Восточно-Казахстанской области рассказали, насколько ужесточили наказание за дачу взятки. К примеру, если прежде за преступление, предусмотренное частью 2 ст. 307 Уголовного кодекса, дача взятки в значительном размере, максимальная санкция составляла до 5 лет лишения свободы, и, соответственно, это деяние признавалось преступлением средней тяжести, то, согласно новой редакции, верхний порог наказания увеличен до 7 лет, что автоматически относит это преступление к категории тяжких коррупционных преступлений, и соответствующими правами последствий является запрет на условно-досрочное освобождение и невозможность отбытия наказания в колонии минимальной безопасности, то есть и берущие, и дающие взятки будут строго наказываться. Отметим, помимо увеличения сроков лишения свободы, возросли и размеры штрафов. Теперь для тех, кто дает взятку до 50 МРП, то есть до 145 тысяч тенге, минимальный размер санкции увеличен вдвое – с 10-кратного до 20-кратного размера взятки. То есть, если лицо осуждено за дачу взятки в сумме 100 тысяч тенге, то минимальный штраф, который может быть назначен ему судом, составит 2 миллиона тенге. Прежде эта сумма составила бы 1 миллион тенге. Аналогично, вдвое увеличен порог кратного штрафа и для подсредников. Добавим, что за 2020 год антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области выявлено 32 факта дачи взятки. Аселяйдар Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна» от ВК6. Казахстанской области вкладчики могут на корпоративном сайте фонда ENPF.KZ, личном кабинете, а также в обновленном мобильном приложении ENPF.KZ. Также Telegram реализовал возможность в режиме онлайн проверить информацию о сумме, доступной для изъятия. Те вкладчики-получатели, которые после проверки своих пенсионных накоплений в единонакопительном пенсионном фонде приняли решение об использовании части пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий, оплаты, лечения, должны будут обратиться к уполномоченному оператору через интернет-портал уполномоченного оператора для открытия специального счета и подачи заявления на единовременную пенсионную выплату с использованием электронной цифровой подписи. Уполномоченный оператор в течение двух рабочих дней направляет электронное уведомление в единонакопительный пенсионный фонд, который будет содержать в себе сведения о принятом заявлении на выплату, в том числе данные о цели изъятия, фамилии, имя, отчество вкладчика, даты рождения и ин, о сумме единовременной пенсионной выплаты в размере определенным вкладчикам. После получения электронного уведомления от уполномоченного оператора единонакопительный пенсионный фонд в течение пяти рабочих дней переводит уполномоченному оператору сумму единовременной пенсионной выплаты вкладчика. В семье открылся центральный парк. Несмотря на то, что не все запланированные работы завершены, его теперь можно посещать свободно. Напомним, что реконструкция центрального парка входила в общий проект благоустройства пешеходной зоны по улице Менгалекель, который был разработан еще в 2018 году. К самому переустройству приступили весной 2019 года, но оно до сих пор не закончено. Даже стройматериалы, которые необходимы для дальнейшего благоустройства, и сейчас находятся на территории. На сегодняшний день в городе Семей центральный парк открыт. Для отдыха горожан предусмотрены места для отдыха, скамейки, лавочки. Также для увеселения детям открыта горка. И также устроены скульптуры, литерные скульптуры. Также хотим сообщить, что в конце года, в декабре месяце 2020 года, центральный парк перешел на баланс отдела ЖКХ города Семей. На сегодняшний день для обслуживания парка. Нами запланированы финансовые средства для обслуживания. В весенний период все работы, незавершенные работы будут закончены. Это укладка брусчатки, посадка газонов, также открытие фонтана и других игровых площадок. В самом начале реконструкции власти обещали, что в центральном парке будут использованы все возможности и технологии 21 века, чтобы организовать досуг семичан как можно интереснее. Но пока все закончилось установкой горки и ледовых фигур. Так что преобразования не получилось. Аселяйдар Нурлану Розалин, Санкартов Мхан, информационная программа «Шарайна ТВК-6». В ночь с 13 на 14 января снова наступает Новый год, который на самом деле старый. Этот праздник неоднократно становился поводом для шуток среди иностранцев. Но семичанам сегодня точно не до шуток. По информации Казавтожола, в связи с погодными условиями – снег, метель, ограничение видимости – 13 января закрыта автодорога Омск-Майкопчагай на участке город-семей село Колбатау для всех видов автотранспорта. Спасатели рекомендуют жителям соответствовать погодным условиям, быть бдительными и не выезжать за пределы населенных пунктов в условиях ограничений. Уже скоро, 19 января, православные отметят один из главных церковных праздников – Крещение. В этот день одной из традиций является омовение в проруби Юрдании. Бытует мнение, что именно в этот день вода обретает целебную силу, а тот, кто искупается в проруби на Крещение, будет здоров и благополучен весь год. К этому дню места для купания оборудуются перилами, лестницами, освещением. Мы узнали, как будет обеспечиваться безопасность семичан, желающих окунуться в купель. Управлением по червячайным ситуациям города-семей в целях обеспечения безопасности граждан во время празднования православного праздника Крещения Господня 19 января проведены мероприятия. Определены безопасные места для купания. То есть это у нас в городе два места. Это на реке Иртыш в Золотонской части города за бывшим речным техником. А также место паломничества, то есть святой ключ на территории Бескаргайского района. На месте купания в период с 18 числа и до окончания организовано дежурство с сотрудниками Управления по червячайным ситуациям оперативно-спасательным отрядам, местной полицейской службой, а также с сотрудниками здравоохранения. Управлением по ЧАЭС города разработано график дежурства сотрудников и личного состава. Через средства массовой информации, а также социальные сети будет доведена информация населения о местах и времени проведения данного мероприятия с указанием мер безопасности. Местными исполнительными органами будет проведена работа по очистке подъездных путей, временных автомобильных стоянок, а также обеспечением освещения мест купания в ночное время. Обществом казачества города-семей совместно с спасательным подразделением будет подготовлена прорубь, изготовлена сходня, то есть лестница из деревянной конструкции, то есть это деревянная дорожка размером 4х4 перед местом обряда купания. Управление по человечайным ситуациям города-семей напоминает, что дисциплинированность и организованность на льду – это залог безопасного проведения праздника Крещения Господня. Добавим, что готовясь к купанию, необходимо рассчитывать также и собственные силы и здоровье. Зазира Маликова, Дуалет, Атказинов, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Следующий сюжет, надеемся, порадует старшее поколение наших телезрителей. Повод для него достойный пианист и дирижер Раймонд Паулс отметил вчера свое 85-летие. Для миллионов людей Паулс – автор знаменитых хитов «Старинные часы», «Миллион алых роз», «Полюбите пианиста», «Вернисаж», «Бабушка рядышком с дедушкой». Его музыка не стареет, а с годами знаменитые мелодии не забываются. Но, пожалуй, самый популярный его шлягер – это «Миллион алых роз». История песни довольно интересна. Сначала был ее латышский вариант с красивыми словами, где ничего про «Миллион роз» не говорилось. Спустя несколько лет на ту же музыку Паулса поэт Андрей Вознесенский написал русскую версию, основанную на реальной истории любви грузинского художника Нико Перасмани, который в 1909 году влюбился в гастролирующую в Тифлисе французскую актрису Маргариту Десевр. По одной из легенд, влюбленный пробовал разные способы завоевать сердце красавицы, рисовал ее портреты, а однажды гостиницы, где проживала Маргарита, привез целую повозку, доверху загруженную цветами. Интересно, что к песне «Миллион алых роз» Пугачева изначально отнеслась негативно. «Я это петь не буду, что вы мне подсовываете», – говорила звезда. И кто бы мог подумать, что очень быстро песня покорит весь Советский Союз и приживется даже в Японии. На железнодорожном вокзале в городе Фукуяма, знаменитом своими розами, и сейчас звучит мелодия «Миллион алых роз», когда поезда подходят к станции. А многие японцы уверены, что это их народная песня. «Меня туда до сих пор приглашают, оплачивают дорогу, проживание, кланяются, узнав, что я автор «Миллиона алых роз», – рассказывает Раймонд Пауз. Сейчас, несмотря на тотальный локдаун в Латвии, маэстро также полон творческой неуспокоенности и бурной деятельности. Зазира Малькова, Марат Сегимбаев, информационная программа «Шарайна» ТВК-6. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь на связи, смотрите нас на Ютубе. С вами была Селяйдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова